В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. И далее об основных событиях в республике. В Думе правительства состоялась очередная 24-я сессия Народного собрания. Ряд вопросов, рассмотренных и принятых парламентариями, касался дополнительных выплат семьям с детьми. Всего парламентарии рассмотрели 26 законопроектов. Под данным оперативного штаба на сегодняшний день в республике от ковид привились 50 402 жителя. Продолжают работу 13 пунктов вакцинации во всех городах и районах. И 25 мобильных бригад для вакцинации маломобильных граждан или организованных коллективов. 18-й гимназии Черкеска состоялся дружеский турнир по дворовому футболу между школьниками 2007-2008 годов рождения. Соревнования, организованные общественным советом при МВД под девизом «Безопасные каникулы» с целью привлечения несовершеннолетних к здоровому образу жизни. В детском саду «Эль-Нур» аула «Иконхалк» для детей провели мероприятие, направленное на соблюдение правил дорожного движения. В районы поступили мобильные автогородки от Министерства промышленности, энергетики и транспорта. Детям в игровой форме смогут рассказать и показать, как нужно правильно вести себя на дороге. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Очень важно с малых лет приучать детей к соблюдению правил дорожного движения. Именно с этой целью было проведено данное мероприятие. Для детей создали целый класс, где они смогут в игровой форме запоминать правила дорожного движения. Как отметили организаторы, первый урок очень понравился детям. И именно в таком формате им легче запоминать все правила. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Горячево-Черкесской республики в том числе курирует вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения на территории республики. И было принято решение о приобретении вот таких вот учебно-методических комплексов именно для детей, именно для профилактики детского дорожного транспортного травматизма, для обучения детей именно с детского возраста, чтобы дети обучались и знали основы дорожного движения. Во время мероприятия дети танцевали, а также рассказывали стихи о правилах дорожного движения. Работники детсада также отмечают, что обучению правилам дорожного движения они уделяют большое внимание. Всегда стараются разными способами объяснить детям, как правильно переходить дорогу. Легко объяснить в игровой форме. Играя, мы им даем эти знания. Именно наглядный материал больше помогает детям усваивать программу или какие-то знания. Но больше всех довольными остались дети, для которых был открыт этот класс. Ну, по светофору все запомнила. На дологе с давних пол есть хозяин светофор. Перед вами все цвета, вам представить их пола. На светофоре классный цвет, опасен путь, дологи нет. А если золото цвет горит, он приготовьте и говорит. Зеленый вспыхнул впереди, свободен путь, переходи. Несомненно, данная тема очень актуальна. Организаторы уверены, что подобные мероприятия должны проходить как можно чаще во всех детских садах. Аслан Гирюгов Рашитоков, Вести Карачаева Черкесия и Конхалк. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите информационный выпуск «Вести» на карачаевском языке. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в 9.34 в Большом Утре. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Ласт-Рика. Удивительное эксклюзивное шоу. 12 июня в Кисловодском цирке. В эфире «Радио России» Карачаева Черкесия. Радио «Россия» расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаева Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Не зря говорят, лето – это маленькая жизнь. И мы радуемся каждому дню, солнечному или дождливому. Каждая погода – благодать. В Карачаево Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер южный с переходом днем на северный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, в горах 0,5, и днем до плюс 24, и в горах местами 12-17, со знаком «плюс». В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный с переходом днем на северный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем – 21-23 градусов тепла. Как говорится, главней всего погода в доме. И главное, чтобы крыша была над головой. А крыши поподробнее. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин предложил изменить условия льготной ипотеки. Президент России заявил, что вскоре льготной ипотекой по ставке 6% смогут воспользоваться все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Сейчас этой программой можно воспользоваться только если в семье в 2018 году и позже родился второй и последующий ребенок. По этой программе можно купить квартиру или дом у застройщика или рефинансировать имеющийся кредит. Максимальная сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области составляет 12 миллионов рублей, для других регионов – 6 миллионов. Также существует и льготная ипотека для всех граждан. Можно купить жилье в новостройке в ипотеку по льготной ставке 6,5%. Требований к возрасту заемщика, его семейному положению и наличию детей нет. Владимир Путин предложил продлить эту программу еще на год, до июля 2022 года. Ставка будет немного повышена, до 7%. Программа будет действовать во всех регионах. Предельная сумма кредита будет единой и составит 3 миллиона рублей. Лето – это пора, когда наиболее ярко проявляется сезонная аллергия на пыльцу растений, ягоды, фрукты, плесень, домашних животных. Какие еще виды аллергии бывают? Как вести себя при появлении симптомов? И когда пора идти к врачу? И сейчас самое время поговорить о нашем драгоценном здоровье. В рубрике «Советы доктора» вместе с Аллой Качиевой мы получим ответы на самые разные медицинские вопросы. В частности, узнаем, на какие симптомы стоит обратить особое внимание и что делать при их возникновении. Особенно сейчас, в период пандемии. Как отличить вирусную инфекцию от аллергии? Как лечиться и как уберечь себя? Узнаем прямо сейчас. Слово Алли Качиевой. Доброе утро! Доброе прекрасное утро! Вы, наконец, проснулись и самое время получить советы от доктора. Сегодня мы в гостях у аллерголога Зухры Тухтаровны Иркеновой. Доброе утро! Зухра Тухтаровна, давайте разъясним нашим зрителям, что такое аллергия. Аллергия – это реакция иммунной системы, но в отличие от других защитных реакций иммунной системы, аллергия сопровождается повреждением органов и тканей. И в зависимости от того, какой орган является мишенью, наш пациент испытывает те или иные симптомы. Сейчас, наверное, более актуальна тема полиноза. Аллергия пыльце растений. В частности, сейчас, с конца апреля, май, июнь цветут злаки. У нас дикорастущие луговые травы, злаки. И пациент испытывает такие симптомы, как насморк, заложенность носа, чихание, зуд в носу. Если у наших слушателей из этих четырех симптомов хотя бы два есть, то нужно подумать об аллергическом рените и, возможно, полинозе. Также органами мишенью являются наши глаза, потому что глаза наши непосредственно контактируют с аллергенами, с пыльцой. И будут жалобы на зуд вверх, слезотечение, светобоязнь. Помимо этого, у пациентов могут быть кашель, свистящие хрипы, чувство заложенности в груди, а дышка при физической нагрузке. В этом случае наши больные должны подумать о том, что, возможно, бронхиальная астма. Но может быть и бронхит. И редко, но тем не менее, бывает зуд и высыпание на открытых участках тела. Это тоже, возможно, симптомы полиноза. Вот обнаружили люди у тебя аллергию, вот эти все симптомы они у себя обнаружили. И что нужно делать в первую очередь? Ну, я за то, конечно, чтобы пациент все-таки обратился к врачу. Сейчас, к сожалению, у нас есть доктор интернет, куда пациент заходит. Он ищет свои симптомы и сам назначает себе лечение. И в случае неэффективности этого лечения только пациент обращается к доктору. Как правило, первые годы симптомы аллергии ненавязчивы. Они не так сильно беспокоят наших больных. И пациенту обходится действительно рекомендациями из интернета. Достаточно там попить супрастин или еще какие-нибудь там таблеточки от аллергии. Это будет помогать. И тем самым мы упускаем тот промежуток времени, когда пациенту можно действительно кардинально помочь. Я думаю, что все-таки при появлении первых симптомов уже нужно идти к врачу и получать адекватное лечение. Потому что лечение поленоза – это не только летом и не только купирование симптомов. Но еще и зимой, когда мы лечим уже иммунную систему и воздействуем непосредственно на причину аллергии. Скажите, пожалуйста, как отличить симптомы COVID-19 от симптомов аллергии? Конечно, есть некоторое сходство. А именно то, что возможны катаральные явления – это там насморк, какие-то неприятные ощущения в глазах. Но тем не менее при COVID-19 и другой вирусной инфекции будет повышаться температура тела хотя бы до 37,5. Даже субфибрильная температура не характерна для аллергии. Естественно, те симптомы, которые мы все знаем – это изменение обоняния, изменение извращения вкуса. Это больше характерно для вирусной инфекции. Пациент четко будет знать, что был контакт с тем или иным, допустим, температурящим больным. Это тоже будет плюс в копилку вирусного заболевания. Течение болезни более агрессивное. И сопровождаться будет и одышкой, и тяжестью в груди. Вот тех хрипов, свистящих, о которых мы с вами говорили, их уже не будет. И тех выраженных симптомов с зудом, заложенностью носа, с зудом в носоглотке, в глазах, в ушах, их тоже при COVID-19 не будет. Там практически зуд будет отсутствовать. Вот это один из кардинальных симптомов, отличающих аллергию от вирусной инфекции, коронавирусной в частности. Ваш совет, ваш главный совет как аллерголога, людям, обнаружившим у себя симптомы аллергии? Как мы уже говорили, обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Во-вторых, минимизировать контакт с аллергеном. Аллерген наш находится в воздухе. Это ветроопыляемые растения, пыльца ветроопыляемых растений. Как следствие, концентрация пыльцы выше тогда, когда светит солнышко и когда есть хороший ветер. Поэтому в ветренные, в солнечные дни как можно меньше находиться на улице. Если пациент зашел с улицы домой, обязательно умыться, поменять одежду, прополоскать горло, нос промыть, пройтись влажными руками по волосам, а еще лучше носить кепочку или косыночку, которую можно будет снять. Это особенности в питании, потому что есть такое понятие, как перекрестная аллергия. В частности, при аллергии на злаки, некоторые каши, а возможно, и хлеб наш пациент не должен кушать. Это тоже выяснится при общении с доктором. Наибольшая концентрация пыльцы также в ночные часы, поэтому ночью окошко должно быть закрыто. И что еще? Не заниматься приемом большого количества лекарств, идти к врачу, по возможности уезжать в другую климатическую зону, брать отпуск, лечиться. Спасибо большое, Зухра Тухтаровна. И, как сказала доктор, главное не заниматься самолечением. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! Спасибо, Алла. Возьмем себе на заметку все советы доктора. Сегодня Международный день архива. В этом году исполняется 100 лет архивной службе Карачаева-Черкесии. Сегодня об истории Республиканского архива, о первых документах, о работе архива в годы Великой Отечественной войны и о том, как сейчас пополняется хранилище, нам расскажет гость программы, начальник отдела использования и публикации документов Государственного архива Карачаева-Черкесии, кандидат исторических наук Шамиль Бачаев. Моя соведущая была Джозаева и Шамиль Бачаев уже в студии. И я уступаю вам телевизионную гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Шамиль. Доброе утро. Благодарю вас за участие в нашей программе, за то, что нашли время. Повод у нас для встречи с вами очень хороший. Мало того, что 9 июня – это Международный день архивов, так, 100 лет Государственному архиву Карачаева-Черкесии. Это большая интересная дата. Вот лично мне кажется, что работа в архиве, она какая-то загадочная, интересная. Но и в то же время там, конечно, работают люди, которые преданы этой профессии. Хотелось бы немножко об истории нашего архива узнать, государственного. Во-первых, хочу немножко поправить, если можно, 100 лет архивной службы в целом. Не нашему Государственному архиву, а именно как орган управления архивным делом был создан именно 100 лет назад на территории современной Карачаевой-Черкесии. Дело в том, что закончилась гражданская война в 2020 году, и вот начались мероприятия по созданию именно органов управления архивным делом. Тогда территория современной Карачаевой-Черкесии делилась на две части. Значит, был Карачаевский национальный округ в Горской ССР, и остальные народы были в составе Баталпашинского отдела еще, который подчинялся Кубанской области. Это город Екатеринодар, Краснодар. Так вот, в обеих этих частях в 2021 году, почему мы взяли именно эту дату, за дату основания нашей архивной службы, 31 января 1921 года, было принято постановление в Екатеринодаре о создании архивных отделений в отделах Кубанской области, в том числе и в Баталпашинском отделе, и в станице Баталпашинской, нынешнем городе Черкесске. А 12 мая этого же года, 21 года, во Владикавказе, в Горской ССР, было принято постановление о создании архивных, окружных, архивных бюро, в том числе и в Карачаевском национальном округе с центром в Кисловодске. Вот именно поэтому тогда вот впервые была заложена как бы основа именно целенаправленной деятельности вот именно архивных органов. А так, конечно же, архивы были задолго до этого, но они были ведомственного значения и так далее. Но в Советской России в 2018 году в целом был принят декрет о централизации архивного дела. А с окончанием Гражданской войны как бы вот эти мероприятия стали проводиться по всей территории, в том числе и у нас. И вот с тех пор прошло 100 лет, как бы были разные периоды. Были, когда существовали только госархивы, и не было управления. Были моменты, когда были управления, но не было выделено отдельно архивов. А нынешнее вот у нас положение, когда есть и орган управления, и сам госархив, и другие архивы, это у нас с 1978 года был образован архивный отдел при облсполкоме Кчао, который потом стал управлением, департаментом, ну и на сегодняшний момент управление в рамках правительства нашей республики. И отдельно уже госархив. Был архив по личному составу, наш филиал есть. И архив документов новейшей истории, тоже наш филиал. Это бывший партийный архив, как мы говорим, архив коммунистической партии, он всегда был отдельно. Ну и, конечно же, в каждом районе, в каждом городе есть свой архив, который как бы и администрации района подчиняются, и города, и как бы вот в методическом плане и нашему управлению. Насколько я знаю, самые старые документы, вот нашего архива, они датируются первой половиной 19 века, или второй половиной 19 века? Нет, у нас сами те, что принадлежат нам именно, то есть я имею в виду не те, что мы заказали, получили от коллег из других регионов, это документы 1847 года. Ничего себе. Это документы, было такое, как сказать, учреждение или заведение, Баталпашинский миновой двор называлось оно, то есть это место, где горцы могли меняться друг с другом, с казаками, продуктами, то есть в Карачаевцу привозили там продукты животноводства, казаки вот здесь выделывали соль, там, где сейчас у нас водохранилище, меняли вот это все, пшеницу и так далее. Вот это наши оригинальные, самые первые документы по хронологии. А в годы Великой Отечественной войны работа архива, она как происходила? Ну, в годы Великой Отечественной войны, надо иметь в виду, что с 30-х годов и до начала 60-х годов архивы были в подчинении НКВД, Наркомата внутренних дел, поэтому именно НКВД определяло всю деятельность архивов. В годы войны, во-первых, в первую очередь стали очень, как бы, гораздо строже относиться к секретности. Почему? Потому что, ну, понятно, там, война идет, какие-то сведения могли попасть фашистам и так далее. Но война, на самом деле, она очень большой урон нанесла всем, наверное, архивам, которые были в оккупированной территории. И нашему архиву она очень большой урон нанесла. Почему? Потому что те документы, которые были партархивы, к ним, конечно, отношение было гораздо серьезнее, и они были вывезены заранее, и они сохранились на много лучшем объеме. То есть у нас есть фашисты оккупировали территорию нашей республики современной. Это где-то начало второй декады августа 42-го года. 11, 12, 13 августа уже Черкесский и Микоян-Шахар были оккупированы. Но у нас есть документы, партийные документы, которые датируются буквально за неделю, две недели за две до оккупации. То есть вплоть до последнего времени сохранились. А что касается тех документов, которые не были партийными документами, которые хранились в госархивах, то есть там было очень много дореволюционных документов. Они были частью, что успели эвакуировали, что не успели, было приказано уничтожать. И вот поэтому очень большое это уничтожили в первую очередь наши собственные, как бы, ну, это был приказ прямой, чтобы не досталась такая информация врагу, было приказано уничтожить. А часть, конечно, не вернулась с места эвакуации или вернулась не в полном составе. Потому что мы смотрим списки фондов, которые были до войны. Этих фондов у нас нет. Шамиль, а вот сейчас, на данный момент, как архивы пополняются, хранилища ваши, как пополняются? Ну, на самом деле, у нас есть специальный отдел, который занимается этим вопросом. Каждая организация, как бы, курируется нашими сотрудниками этого отдела, формируется за счет, вот, любая организация, начиная от вашей телерадиокомпании, заканчивая правительством, как бы, в установленные сроки должны передавать документацию сначала в свой архив, а потом уже передавать, если вот как ваша организация, ну, центрального подчинения передается сюда, если районного подчинения, то в районные архивы, а потом через какой-то срок к нам. Ну, кроме того, у нас еще сейчас, как бы, мы это, развиваем это направление, пытаемся увеличить количество у нас документов личного происхождения, то есть документов известных наших людей, потому что не всегда, как бы, в домашнем архиве, ну, во-первых, потомки не всегда ответственно относятся, во-вторых, ну, не всегда понимают значимость, если для них это кажется чем-то, ну, неинтересным, не нужным, то, например, личный фонд Владимира Исламовича Хубиева, главы Карачаева, Черкесии, который 20 лет руководил нашим регионом, он у нас, то есть начиная от его паспорта, паспорта, наверное, нет, но удостоверение, начиная от Совета Федерации, заканчивая его документами, когда он окончил там техникум и так далее, фотографии, воспоминания, это все у нас, то есть, когда делались вот выставки, посвященные его юбилею, там 99% это был наш материал. Я знаю, что с вами можно говорить бесконечно, это будет очень интересно, но время нашей программы, естественно, ограничено, я благодарю вас за... Спасибо. Ваш рассказ и, конечно, я вам желаю успеха в вашей работе. Спасибо взаимно, удачи всем. Спасибо вам. До свидания. Танцевальный коллектив Таулу из Карачаевска в очередной раз одержал победу в четвертом международном конкурсе национальная премия имени Айсидоры Дункан и стал лауреатом первой степени, который проходил в Ставрополе. Ребята, воспитанники Шамиля Эссеку, ежедневные репетиции под его чутким руководством дают свои плоды. Юные танцоры победили с танцем «Дети гор» и стали обладателями гран-при с народно-стилизованным танцем «Кара Денис». Временем раньше детская студия национального танца Таулу заняла первое место на международном хореографическом конкурсе «Короли танцпола» в Краснодаре. Сегодня день рождения Дональда Дака, один из старейших персонажей компании Дисней. Всем известно, что у героя доброе сердце и чистые помыслы. По слухам, образ Дональда Дака Олд Дисней придумал, вдохновившись детской песней. У певца был специфический утиный голос и позже этот актер и озвучивал Дональда Дака на протяжении 50 лет. Дональд Дак моментально завоевал и любовь зрителей и сейчас пользуются популярностью. И еще сегодня День друзей. Праздник напоминает людям о важности человеческой дружбы. В этот день принято устраивать встречи с друзьями, звонить и отправлять сообщения. Это совсем не сложно. Вот берем в руки телефон и отправляем просто смайлик. И хорошее настроение на весь день обеспечено. Далее телевизионный эфир на телеканале Россия продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня, отличного вам настроения и встретимся завтра. Широка страна моя родная. 12 июня в День России смотрите Всероссийский телемарафон. Традиции, культура, обычаи народов многонациональной России. Чем знаменательны, чем гордятся регионы родной страны. Широка страна моя родная. Проект ВГТРК. Смотрите праздничный телемарафон 12 июня с полуночи до полуночи на платформе смотрим.ру и на телеканале Кавказ 24. Продолжение следует...